Иваново в субботу праздновало Сабантуй. Мероприятие традиционно проходит в парке Степаново. В этом году под сопровождение небольшого дождя. Сабантуй издревле считался праздником плуга у татар и башкир. По окончанию весенних полевых работ народ отдыхал и разговлялся. Сейчас наш регион населяет порядка 10 тысяч татар. И если верить историкам, они здесь живут и трудятся уже много веков. Они испокон веков. Потому что 400 лет тому назад, когда отмещали в прошлом году, кажется, это 40-летие освобождения Москвы и становления государства российского, татарские войска и татарские богатые мурзы собрали очень много денег для поддержки войск минно-пожарского. Так что здесь они живут и жили и будем жить. На праздник в Иваново приехали гости из Татарстана. Заместитель главы Тетюшского муниципального района Эльдар Фаткулов зачитал приветствие ивановским татарам от президента республики. Город Тетюш расположен на берегу Волги. Муниципальный район занимается в основном сельским хозяйством и выращивает для республики хлеб и сахарную свеклу. Последние десятилетия мы празднуем этот Сабантуй уже не только в масштабах нашей республики, наших деревень. Как уже было сказано в послании президента республики Татарстан, в этом году в 56 регионах празднивается Сабантуй и в 26 странах зарубежных Сабантуй. Изначально он считался праздником Луга, а сегодня уже этот праздник стал всенародным. Уже традиционно в Сабантуй в парке звучит национальная музыка. Татары танцуют и читают стихи. В спортивной программе борьба на поясах кюреш. Побеждает тот, кому удалось уложить соперника на лопатки. Правила нехитрые. Чтобы победить, достаточно быть ловким и сильным. Кто силно, если что. Кто победит, если что прыгает, он победит. А если не силно, этот не прыгает. Гостей праздника угощали блюдами татарской кухни. Уйти из хлебосольного Сабантуя голодным просто невозможно. Шашлык, плов, самса, пирожки. Угощение на любой вкус. Однако главное блюдо этого праздника – чак-чак. Традиционное татарское лакомство готовят из добного теста и меда.